Леповые печати и сила убеждения. Благодаря этим составляющим 42-летняя жительница Иркутска смогла провернуть собственную мошенническую схему. Как итог, десятки обманутых женщин и почти 60 миллионов рублей, полученных обманным путем. Схема оказалась довольно проста. Женщина-предприниматель вместе с своим супругом решили трудоустраивать беременных и безработных женщин. Выбор коммерческих предложений был велик. Более 40 организаций. Правда, ни одна из фирм не существовала в реальности. После того, как беременные женщины получали свое вознаграждение и печать в трудовых книжках, злоумышленница обращалась в фонд социального страхования. Специалисты учреждения, не замечая подлога, оформляли пособия по беременности и родам. Естественно, все эти деньги до получательниц не доходили, а оставались у подозреваемой. Всего за время своей бурной деятельности мошенница получила около 60 миллионов рублей. Чтобы легализовать эти средства, злоумышленница и ее муж направляли деньги на покошение банковских кредитов. Коих они набрали на общую сумму почти в 15 миллионов рублей. За отмывание денежных средств и мошенничество в особо крупном размере семейной чете грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжение следует...